Волонтёры и активисты общественных движений из Заречного, Пензы, Кузнецка и Малосердобинского района наводят «Мосты здоровья». Так называется масштабный форум, посвященный вопросам профилактики вредных привычек и асоциальных явлений среди молодёжи. Будут показывать и демонстрировать какие-то приёмы, какие-то новые технологии. Конкретно показан опыт, ссылки даны на какие-то конкретные сайты, соцсети. Название «Мосты здоровья» выбрано не случайно. В контексте форума слово «Мост» расшифровывается, как «можем объединить спортивных и талантливых». Волонтёры и активисты рассказали о своих наработках. Команда многофункционального молодёжного центра Пензенской области презентовала проект «Стоп наркотик». Он реализуется с 2015 года. За это время мы выявили больше 2500 сайтов, ссылок, которые были направлены в Роскомнадзор и в УНК, УМВД России по Пензенской области. Кроме этого, мы с ребятами проводим различные профилактические мероприятия для ребят, подростков, молодёжи. Кроме этого, участвуем в зачистках зданий и сооружений, на которых написаны пронаркотические надписи. Вопросы профилактики можно решать различными способами. У молодых людей в Пензенской области есть возможность выступать с законодательными инициативами. О своих методах работы рассказали представители молодёжного парламента при законодательном собрании Пензенской области. «Один из последних в 2016 году был принят закон Пензенской области о запрете продаж несовершеннолетним электронных парогенерирующих устройств. Если подробнее, это так называемые вейпы, электронные кальяны, электронные сигареты, которые до этого, до принятия закона, активно продавались несовершеннолетним». Своим опытом поделились и зареченцы, представители волонтёрских организаций и производственного объединения «Старт». Заводчане рассказали о спортивном движении, которое существует на градообразующем предприятии. Различные соревнования и акции организуют Совет молодых работников и заводской спортклуб. «Мероприятия именно молодёжи, когда ребята сами что-то хотят организовать, каток, зимнее маневрирование, какие-то другие спортивные массовые мероприятия, именно молодёжи такие небольшие. А спортивные направления уже непосредственно спортклубы – это уже массовые такие спортивные направления, где волейбол, футбол, как между подразделениями предприятия, так уже потом и выход на город». Итоги форума «Мосты здоровья» подвели в форме анкеты. Все участники отметили полезные практики и методы работы, о которых они узнали. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».